Добрый день, веселая минутка, с вами Дмитрий Гусев, Помидом. И если есть свободная минутка, давайте вместе ее с пользой проведем. Итак, это видео послужит ответом. Женщина мне фотографии прислала, кукурузу показала. Она у нее такая вот низенькая совсем. Початки совсем маленькие. Ну и вот как бы вот у меня, да, какая кукуруза, какая она, какая высокая. То есть она где-то под 3 метра. Почему видео так называется «Спасайте ваши огороды»? Дело в том, что мир, он сходит с ума. Сходит с ума не мгновенно, не моментально. Он так постепенно, постепенно вот идет к своему сумасшествию. И в частности вот огороды. Вообще земледелие все за последние, наверное, 200-100 лет, ну просто как бы действительно свихнулось. То есть все тысячелетия существования человека на Земле, единственный вариант и единственная подкормка, единственное удобрение для всех культур без исключения вообще, это был навоз. Где-то около 200 лет назад нашли ископаемые фосфориты. Какое-то, по-моему, с чего там началось. То ли с селитра, да, по-моему, с селитры, да. Селитру нашли. Начали это подкармливать растения. Они росли и, в общем-то, под этим всю науку подогнали. Но никогда этого не было только последние 200 лет. И сейчас с развитием сельскохозяйственной науки все опять. Химия, химия, химия. Разновидности удобрений. Разновидности стимуляторов роста. Подкормок сумасшедших во всех микро-макро-сочетаниях. И какие-то еще там изобретаются. 2000 лет, ну, так вот, по памяти, да, использовали навоз. И далее глубже, скорее всего, тоже, да. Я уже об этом говорил в мульчировании по Евангелию. Есть такой ролик, я ссылку внизу дам. Посмотрите. Так вот. Немножко сбивчиво буду говорить, да. Смотрите. Ясно, что человечеству, да, человекам, как мы вот человеки. Как все животные, которые здесь живут. Даже будем брать просто там теплокровных хотя бы, да. Всяких там кошечек, собачек, коров, лошадей и все остальное. Мы нуждаемся в растениях. Это вот наша основная пища. Если мы даже едим какую-то пищу, ну, так скажем, животную, то эта животная пища, она все равно выросла на растениях. Но почему-то мы совершенно забываем, что как мы нуждаемся в растениях, так и растения нуждаются в нас. То есть, вот этот вот круговорот, так скажем, круговорот навоза в природе, ну, действительно, круговорот питательных веществ в природе. Почему мы исключаем из этой цепи пользу наших отходов, которые производит вот животный мир. Ведь именно растения и разлагают его. Но именно на навозе, навоз вот в этой цепи воспроизводства пищи, воспроизводства зелени, всего-всего остального, он стоит на главном основании. И всегда так было. То есть, растения, как и мы без растений не можем, так и растения без отходов от животноводства, да, они тоже не могут никаким образом жить. То есть, им это просто необходимо. И сейчас, да, наука там движется вперед. Вот, и в навозе, в моче живот, да, вот когда вот навоз, жидкий, свежий навоз, он перемешан с мочой, со всеми вот этими, да, фекалиями, допустим, коровий или конский. В них находят не только там макро-микроэлементы, в них находят и стимуляторы роста, всеразличные, которые сейчас выделяют химическим способом и уже химией, да. Какие-то фитоактивные вещества, которые тоже растениям необходимы. То есть, там целый комплекс, и если так вот, как на микробиологию, да, на какую-то микрохимию все это раскладывать, там бесконечно нужные вещества растениям. И, так скажем, а этот комплекс, вот он в свежем, в чистом, не в перепревшем, потому что если, смотри, если я кукурузу вот эту буду выращивать на перегное, только на перегное, на компосте, только на компосте, у меня такая не вырастет. Чтобы она такая выросла, мне здесь землю целиком нужно заменить на перегной, на компост. И в компосте, ну, собственно, компост, это такая штука, вот земля берут, компост, и если рассада, если что-то еще, там даже на западе, это же западное слово к нам пришло, компостирование, компост делать. А не в чистом компосте там выращивать, не так, как у нас мы добавляем, нет, сколько сюда компоста не добавляет, такой кукурузы не вырастет. Ее надо обязательно на чистый компост тогда сажать, ну, или как у нас черноземы, да, вот что-то близкое, то есть полностью такая питательная земля. Или как история про, история, ну, когда кукурузу начали выращивать в Советском Союзе при Хрущеве, еще ему говорили, что кукуруза у вас ни в коем случае не вырастет без удобрений, без азотных удобрений, потому что мощная зелень. Но, вы посмотрите, вот она растет без всяких удобрений. И здесь навоз в прошлом году я не вносил, в позапрошлом, под осень я здесь вносил навоз. Уже два года урожай идет. И также Российская империя, ну, кроме засушливых годов, когда голод был, когда не урожай подряд много лет был, а так Российская империя кормила Европу. Чем она подкармливала свои поля? Это навоз, навоз и навоз. У крестьянина самое главное, это что? Корова, она для того и есть, лошадь, она для того и есть, чтобы потом этот навоз на поля вывозить. Причем вывозили свежим, чтобы и с мочой, и со всем-совсем. То есть, лежал и навоз, это уже практически не навоз. Ну, вот, то есть, его не ждали, чтобы он год-два там пролежал. Ну, вот, и вот сразу свежим в куче складывали, свежим выкидывали уже на поля. Кукуруза, она вот прекрасно растет. Да и другие культуры, вот у меня здесь соя. Видели где-нибудь, чтобы соя была метр с лишним высотой? Вот она, вот соя. Вот кукуруза и вот рядом соя. Сколько у нее уровней по отношению? Вот, смотрите, вот первый идут, стручок, да? Один, вот два, вот три, вот четыре, вот пятый уровень. Вот здесь уже шестой, седьмой заложились. И даже вот еще, вот, восьмой еще уровень. Восемь уровней стручков на сои. Это овощная соя, это маме очень редкая и интересная. Посмотрите, какая. Это сколько мне сюда нужно было вбухать каких-нибудь химических удобрений, микроэлементов, искать. А что ей не хватает? А что же у меня не растет? Вот, здесь ничего нет, кроме позапрошлогоднего навоза. Вообще ничего нет. Вот кукуруза. Так вот, поэтому и нужно, вот петрушка, посмотрите, какая зелень. Смотрите, громадная вот она. Растет зелень. Так вот, все, что нужно, все, что нужно нашим овощам, нашему огороду, это навоз. И навоза побольше, хорошо перемешивать. Навоз свежий, под осень. Я уже об этом писал. Под осень вносят снегом, снежным покровом, он хорошо потом пропитывает всю землю. Вносят осенью. И тут же, чтобы он не лежал, вот вы разбросали, навоз свежий, чтобы он не лежал, его нужно сразу запахивать. Плугом хорошо, ладно, пускай будет пругом. Но самое лучшее, это вот, как он называется там, культивирование. То есть фрезой все это, чтобы перемешалось хорошо-хорошо с землей, с почвой. И у вас один раз вы внесете, вот у меня уже два года хватает навоза. В среднем у меня здесь по два ведра на квадратный метр. То есть это где-то, ну, практически на сотку, где-то около тонны, наверное, у меня ушло. Ну, да, на сотку, мне даже побольше, наверное, на сотку, где-то полторы тонны у меня ушло. Вот здесь шесть соток, у меня было здесь десять кубов. Десять кубов я вносил два года назад. Растет все. Мучаются, удобрения всякие вносят, пытаются компост, попытаются в лунку что-то там положить, да, вот. Ну, зачем это нужно, когда это тысячелетняя история земледелия, свежий навоз, осеннее внесение, хорошая вспашка, хорошее рыхление, шикарный урожай. Мы, наши отходы животного мира, также необходимы, просто, просто растения без животных не бывает. Мы им нужны, никто не компостирует, лошадь идет, положила кучу, никто ее не компостирует, она свежая поступила в землю. Коровы идет, наложила лепеху, никто ее не компостирует, она свежая. Вся природа таким образом устроена. Никто там не переворачивает, не рыхлит, не ждет, пока там все это перепреет, лунки не копает. Все свежим. Где наложила корова, там зеленая густая трава. Где наложила лошадь, там зеленая густая трава растет. Это основное в земледелии, в чистом, в эко, в био, это самое важное, свежий навоз. Пока там все ферменты не разложились. Пока стимуляторы роста растений, которые там присутствуют, там не только азот фосфор калий. Потом, боятся азота, боятся нитратов. Вот всегда, всю жизнь мы кушали эти нитраты, тысячелетиями навоз вносили, огромный урожай, сытая страна сельскохозяйственная была, да, Россия. Да и весь мир, так что там, при чем здесь Россия? Весь мир таким образом жил. И в итоге все сейчас нашли нитраты. Ну, если страх такой присутствует, купите, приборов сейчас полно. Померьте нитраты. Нету там никаких нитратов, когда вот растет это долго. Никогда я не поливаю ее, не беру мочевину или селитру и прям под корень не лью сюда. Откуда там нитраты? Я в деревне родился, я возил зелень, редис в Москву, торговал на многих рынках. На Мытищинском рынке торговал. В Леонозово торговал. На Преображенке торговал. Там везде на этих рынках была при Советском Союзе. Я не знаю, потом я уже долго не ездил, не торговал. Лаборатория по нитратам. У нас всегда брали редис. Мы всегда навоз только использовали. Всегда свежий навоз использовали. Никаких компостов не было при Советском Союзе в деревне. Мы даже редис, даже зелень, все в норме. Никаких нитратов не было. Но если так, сейчас вообще есть маленькие приборы. Мерьте нитраты. Вот, если еще как бы считаете, что это вредно. Там никаких нитратов от навоза не бывает. Нитраты это от химических удобрений. Когда мы их поливаем прямо под корень, на следующий день едем продавать. Ну, к примеру. Вот. Так что. Прекратите уже мучиться со всеми вот этими нормами внесения этих удобрений. Во сколько раз это поиск, какого элемента не хватает. Вот какого элемента не хватает вот этой кукурузе или той сои. Ну, вот чего ей не хватает. У нее все есть. Хотя я сюда ничего не выносил, кроме навоза. Извините, это немножко эмоциональное все это было, да. Но я хочу сказать, что сейчас у нас середина августа месяца. 2021 год. Вот сейчас, если негде вам найти навозы, нет своей какой-то скотины, да. Посмотрите, ферм сейчас очень полно. Маленьких ферм. Если на маленьком участке 2-3 коровы, ему точно девать некуда навоз. Он с удовольствием человек его отдаст. Поспрашивайте у родных, у знакомых, где-то объявление может быть на сайте Авито. Именно сейчас, вот в это время, нужно начать искать хороший качественный навоз на осень. Чтобы осенью привезти его готовый, чтобы он не лежал, приготовить, разбросать и сразу его закопать, взрыхляя лучше культиватором. И тогда на много лет у вас будет плодородная земля. У меня здесь песок. Все видели видео, которым я, да, весной. Земля серая. Ну, вы посмотрите, как на серой земле при наличии свежего навоза все растет. Причем свежий навоз, еще раз повторю, 2 года назад осенью вносился. И никаких забот, ни с какими подкормками, нехватками микроэлементов и всего остального. Все, спасибо, заботьтесь о своих огородах. На сайт заходите, у нас распродажа летняя продолжается. Семена интересные, вдохновляют они всех. Я сам люблю все свои помидоры, все свои сорта других растений. Я их просто обожаю и вам того желаю. До свидания.